Здравствуйте дорогие весы! Это прогноз для вас на декабрь. Немножко для себя упростила в этом месяце, но надеюсь все равно какую-то информацию он вам даст, какие-то подсказочки даст. Итак, значит на дне колоды у нас, может быть это атмосфера месяца, туз жезлов. Туз жезлов символизирует и вдохновение, и возможность начать что-то новое делать, или по-новому старое, неважно. Но в любом случае это у нас такой вот какой-то подъем, энтузиазм и возможности, которые открываются перед человеком. Для того, чтобы что-то новое творить, я бы сказала. Линейка из трех карт показывает вверху как бы тенденции месяца. Причем я не знаю в какой это сфере, я просто могу это вот, ну как, описать вам энергией, а вы уже поймете, потому что прошлое, настоящее, и как это к концу декабря будет развиваться, вы это поймете в какой сфере вам об этом, о чем говорят карты, то есть кому-то про работу, кому-то про личные отношения, кому-то про какие-то другие дела. Тройка кубков в прошлом, карта прекрасная, карта удовольствия, радости, такого дружного, слаженного коллектива, какого-то праздника, может быть вечеринка какая-то была, Бог его знает, может быть какие-то отношения завязались, даже люди могли начать жить вместе, и даже свадьбу сыграть. Сейчас семерка жезлов, это даже не притирка, вот если свадьба, например, семерка жезлов, это карта каких-то трудностей, преодоления каких-то трудностей, возможно, карта борьбы и противостояния, возможно, что есть какие-то препятствия, которые вы в данный момент активно преодолеваете, возможно, вам кажется, что кто-то, назовем так, ну не знаю, либо вмешивается в вашу жизнь, либо чинит какие-то препятствия, и вам нелегко приходится, либо вы сами что-то пытаетесь активно, не знаю, там проработать, сделать, ну относительно, естественно, этой тройки кубков. Если это работа, допустим, в прошлом, вот давайте так, мне легче будет, наверное, по сферам, если это работа в прошлом, вот дружный такой, слаженный коллектив, в принципе, легко идет общение, как-то люди понимают друг друга, взаимопонимание присутствует, взаимоподдержка, все очень даже хорошо. Сейчас, возможно, вы столкнулись с тем, что отсутствует взаимопонимание в коллективе, может быть, вам кажется, что вы как гребете против течения, осложнилась как-то работа в данный момент. Есть какие-то препятствия, с которыми вы постоянно боретесь, 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 и по девятке жезлов к концу декабря получается, что либо вот это постоянное преодоление, вот это какая-то оппозиция, что ли, да, вас это всю работу, если, допустим, проект шел как по маслу, в девятке жезлов мы сталкиваемся с какими-то препятствиями, трудностями, задержки могут возникнуть, ситуация утомляет просто и изматывает. Ну, если вы активно что-то пытаетесь над чем-то работать, очень много, то по девятке жезлов вероятно, конечно, что вы просто измотаетесь из-за такой напряженной работы. К тому же в работе вам показывают сов, Ленорман, а совы – это, конечно, хлопотный месяц, это суетный месяц, то есть может быть очень много разной переписки, переговоров, общения, и вот такая, знаете, иногда даже пустая суета идет по совам, в том плане, что договорились, потом там те отменили, здесь вдруг переиграли, постоянно какая-то вот такая суета беготня, изматывающая. Поэтому неудивительно, что девяточка жезлов в итоге у весов вот здесь вот в конце. В личных отношениях, допустим, если это было все так славно, хорошо, все радостно, встречались, любили, ну, не знаю, просто счастье, радость и удовольствие было. Вот в недавнем прошлом тут в какой-то момент семерка жезлов, вдруг начинаются какие-то препятствия, вы пытаетесь что-то преодолеть или пытаетесь чего-то достичь в отношениях, в общем, вы напрягаетесь, я бы сказала. Может быть, не все гладко. Девятка жезлов тоже опять, как будто вам начинает казаться, что бился-бился, не знаю, что добился. Устал точно, но вот как-то дело не продвинулось, то есть вот эта борьба результатов каких-то таких вот, каких хотелось бы, удовлетворения, может и не быть по этой карте, но в личной жизни здесь вышел гроб. Гроб — это, конечно, карта непростая, она иногда говорит об окончании отношений, но не надо сразу на эту тему напрягаться, она может говорить просто о трудностях в отношениях, о сложностях во взаимопонимании, об обидах разного рода, ну, любого рода. Например, у меня там тяжелый месяц, ты видишь, что на работе творится, а ты меня там не поддерживаешь, не понимаешь, не знаю, там, и еще что-то в этом духе. То есть, естественно, вот это все по-грубо может быть. Может быть, вы совместно преодолеваете какие-то препятствия, и это, ну, нехорошо отражается на ваших отношениях. Совет с антисоветом. Вот если честно, я… Совет с антисоветом, знаете, они немножечко похожи, особенно если вы в астрологии, ну, я вообще в астрологии ничего не понимаю, но, скажем так, для меня это похоже на южный лунный узел и северный лунный узел. Южный, естественно, идет по антисовету. То есть, антисовет ведь не просто так он нарисовывается, понимаете? Это то, то есть неспроста, что так делать не надо, это то, к чему будет человек, ну, склонен так именно работать над задачей, именно таким образом ему захочется преодолевать что-то. А так действовать не совсем правильно, потому что северный узел, вы же понимаете, что когда мы поворачиваемся, боже, ой, это нам вот это надо, и хочется оттуда бежать, типа, не-не-не, это так трудно, вот так мне проще. Восьмерка Пентаклей – это как раз суета-суета, это как раз масса дел, планов, мы все это делаем, мы копошимся, мы как вот эта лягушечка в кувшинчике лапками, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пчелка Майя, да, постоянно трудяшка, постоянно что-то пытается сделать, все организовать, все сделать правильно, берет на себя ответственность, что-то все работает, 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 работает. Так действовать, если вы столкнулись с препятствиями, не совсем правильно. Что показывают карты? Двойка мечей. Это у нас ситуация, когда вот мы бьемся, если вы сейчас действительно с чем-то бьетесь, не исключено, ну, как мне вот отсюда видно, что есть какая-то штучка в ситуации, которую бы вам надо увидеть. Но, видимо, скорее всего, бессознательно весы это отодвигают, не хотят этого замечать, а на это бы надо очень пристально, наоборот, посмотреть. Потому что тогда вы не будете себя изнурять вот этой борьбой, не выбьетесь окончательной силы к концу декабря. Возможно, увидев это, вы уже сможете с этим как-то грамотней справляться. Либо примете решение, что оно вообще того не стоит, чтобы за это биться. Двойка мечей именно об этом говорит, что надо очень-очень хорошо посмотреть на ситуацию внимательнейшим образом, потому что вот это, знаете, такое с виду вроде бы человек работает, но это такое своего рода работой и вот этими делами-делами-делами замыливание самому себе глаз, по сути дела. Здесь надо в чём-то разобраться, чтобы лишних сил не тратить. Ну, потом, конечно же, если у кого-то были, допустим, хорошие вот такие вот, начались очень такие приятные, радостные отношения, всё вас радовало, и если вдруг вы столкнулись с какими-то, ну как, препятствиями, сложностями, отсутствием взаимопонимания, не исключено, что у некоторых, естественно, разгроб и девятка жезлов, что к концу месяца эти отношения сойдут на нет. Возможно, что-то есть, на что вам надо обратить свой взор, судя по совету. Если вот у вас такая ситуация, как в прошлом, такая славная сейчас, в коллективе, что может быть? А возможно, что вот эта вот гармония, вот это взаимопонимание, которое было в прошлом, сейчас может так статься, что вы, например, вам надо посмотреть и присмотреться. Может быть, есть человек, которому что-то не нравится. И эти трудности, почему работа так тяжело идёт? Потому что нет вот этого согласия. Может быть, с виду человек и не хочет, не может как-то откровенно сказать, что вы не понимаете друг друга. Может быть, человек пытается продолжать улыбаться, а на самом деле есть такое как бы противостояние невидимое. Но как оно невидимое? Если поговорить, если попытаться, пусть это будет не совсем приятный разговор, но, по крайней мере, хотя бы он каким-то образом ясность внесёт, что оказывается, ему там или ей то-то, то-то не нравится, что они видят это по-другому. То есть лучше через беседу прояснить ситуацию. Вот так показывают, по крайней мере, карты. Ну, в работе месяц, конечно же, хлопотный, безусловно, активный, немножечко нервный. Тем, кто в положении, если вот эта вот, например, беременность у кого-то была, если вы работаете и вы в положении, может быть, очень тяжело, поэтому вы старайтесь меньше себя загружать, попробуйте как-то поговорить с начальством, что вам очень тяжело, что вам необходимо, ну, какие-то, допустим, часть работы вы можете делать из дома, сейчас средства связи позволяют. То есть, ну, старайтесь не перенапрягаться, потому что вот эта вот такая активность в течение месяца может вас очень слишком, ну, сильно утомить. И это может не совсем хорошо сказаться на личных отношениях в том числе. Ну, если здесь кто-то недавно забеременел и сейчас ходит на работу и такая вот эта вот перестройка организма идет, потому что личная жизнь у нас не всегда с партнером это. Это что-то такое вот наше, то, что нам очень близко в плане эмоций души иногда, так что не думайте, что здесь обязательно что-то плохое, но какое-то тяжелое состояние, либо обида, либо негатив какой-то вот в личной жизни каким-то образом откуда-то фонящий может немножко просто отражаться на отношениях, поэтому имейте это в виду, берегите себя, не бойтесь посмотреть на какие-то вещи более пристально. Пусть это будет неприятно, но зато вы меньше себя растратите потом в борьбе с непонятно чем, с ветряными мельницами, да. Так что, дорогие весы, я желаю вам прекрасного декабря, вскоре мы увидимся снова, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok